Продолжаем информационное вещание. Северная Корея объявила о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты. Она пролетела почти тысячу километров и через полчаса упала в Японском море. Впрочем, в Пхеньяне утверждают, что теперь способны нанести удар по любой точке земного шара. Этот запуск резко осудили во всем мире, в первую очередь, ближайшие соседи. О реакции мирового сообщества расскажет Евгений Назарова. Жители Японии еще спали, когда северокорейские военные готовили к старту очередную баллистическую ракету. Систему Хвасон-14 запустили в направлении Японского моря с аэродрома Панхён на северо-западе страны, недалеко от столицы Северной Кореи. Об успешном испытании ракеты власти сообщили в утренних выпусках Центрального телевидения. В рамках стратегического решения лидера нашей страны Ким Чен Ына, ученые и специалисты Академии оборонной науки, успешно провели испытательный запуск недавно разработанной межконтинентальной баллистической ракетой Хвасон-14. Ракета находилась в полете чуть больше получаса и за это время пролетела около тысячи километров. По данным военных, головная часть Хвасона упала в море в пределах исключительно экономической зоны Японии. Правительство страны восходящего солнца расценило эти испытания как прямую угрозу безопасности страны. Северная Корея в очередной раз произвела запуск баллистической ракеты, проигнорировав неоднократные предупреждения со стороны международного сообщества. Япония будет стремиться к усилению международного давления на Северную Корею, объединившись с США и Южной Кореей. Несмотря на официальные заявления Пхеньяна, что испытания ракеты не представляли никакой опасности для других стран, на корейском полуострове испугались не на шутку. Правительство Южной Кореи собрало экстренное заседание Совета национальной безопасности. Северная Корея сегодня вновь запустила баллистические ракеты. Наше правительство решительно осуждает эту безответственную провокацию. По мнению некоторых экспертов, боевая дальность северокорейской ракеты Хвасон-14 составляет около 8 тысяч километров. А это значит, что теоретически она может долететь, например, до берегов Аляски. Президент США Дональд Трамп отреагировал на такую потенциальную угрозу в своей традиционной манере. Сделал запись на странице в Твиттере. Северная Корея запустила еще одну ракету. Не могу поверить, что Япония и Южная Корея продолжат с этим мириться. Может быть, Китай предпримет жесткий шаг по отношению к Северной Корее и покончит с этой бессмыслицей раз и навсегда. Примечательно, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты совпал с Днем независимости Соединенных Штатов. Чем ответит Вашингтон, пока неизвестно. Ранее там заявили, что появление ракет такого типа станет переходом за красную линию, на которой США будут реагировать решительно, вплоть до применения военной силы. Евгения Назарова, МИР24. Северная Корея в последнее время регулярно проводит испытания баллистических ракет. Так, за последний год было осуществлено около 20 пусков. Последний в мае. Тогда были запущены ракеты средней дальности Хвасон-12 и Покусон-2. Дальность их полета может превышать тысячу километров. Напомню, что Пхеньян начал тестировать баллистические ракеты с 1984 года. Они имели очень ограниченную мощность и могли быть запущены только на небольшое расстояние. В 99-м году КНДР ввела односторонний мораторий на испытания баллистических ракет средней дальности. Произошло это после переговоров с администрацией президента США Билла Клинтона в обмен на экономическую помощь. В 2001 году запрет продлили до 2003 года. Но 3 марта 2005 КНДР заявила, что более не считает связанным мораторием 99-го года, и в июле 2006 года были проведены запуски сразу нескольких ракет от 7 до 10 по разным источникам. Вся ракета упала в международных водах.